При этом на содержание дорог в зимний период было выделено больше 350 миллионов рублей, напомнили сегодня общественники. По их подсчетам, на содержание одного квадратного метра в Кирове уходит около 70 рублей. Сколько на эти цели тратят в других городах, расскажет моя коллега Екатерина Зубарева. Суммы на уборку снега в разных городах разные. Предлагаю сравнить некоторые из них. Начнем, пожалуй, со столицы. В Москве на уборку улиц тратят больше 2 миллиардов рублей в месяц. Цифру эту на одной из пресс-конференций озвучил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Если произвести примерные подсчеты, разделив эту сумму на длину улично-дорожной сети, получим 268 рублей на один метр дороги в сезон. Если пользоваться этой методикой, то другие российские города тратят чуть меньше. Тюмень около 200 рублей, Санкт-Петербург около 100 рублей, Екатеринбург в районе 70 рублей. Но еще раз стоит подчеркнуть, что расчеты весьма условные, так как на стоимость влияют и количество осадков, и ширина улиц, и другие факторы. В Челябинске на уборку снега в месяц тратится значительно меньше, чем в Москве – 100 миллионов рублей, то есть в день около 3 миллионов. Там протяженность сети 555 километров, а количество снегоуборочной техники, которую выводят на дороги при сильных нагрузках – 260 единиц. К примеру, в Перми вообще не считают, сколько тратят на уборку снега. Там подрядчики содержат дороги в рамках трехлетнего контракта, который включает в себя и летнее содержание, а это уборка мусора, помывка и ремонт ограждений, так и зимнее, то есть уборка и вывоз снега, обработка противогололедными материалами, уборка мусора, а также текущий ремонт дорог общей площадью порядка 300 тысяч квадратных метров в год. Стоимость данных контрактов на все три года, берем период с 2016 по 2019 год, составляет 4 миллиарда рублей. Отдельная администрация города Перми контракты на уборку снега не заключает. Такие вот цифры, много это или мало, выводы делать вам, а у меня на этом все. Света.